И вот удивительно, что ведическая наука, ведическая традиция, в общем-то, как и многие другие традиции, непосредственно они учат нас именно этому правильному мировосприятию. Очень часто приводится простой пример, когда говорится, или приводится аналогия, когда говорится о ведическом знании, о священных писаниях, с которыми мы можем соприкоснуться. Когда мы, например, отправляемся в магазин и покупаем какую-то сложную технику, всегда есть какая-то инструкция, даже если это не слишком сложная техника. Всегда есть инструкция, которой подробно описано то, каким образом пользоваться тем предметом, который мы получили. Точно так же, когда этот мир, он был создан, была дана инструкция. Эта инструкция передается по древним традициям, веды дают эту традицию, которая как раз своей главной задачей ставит возможность понимания природы вещей, возможность понимания мироустройства, возможность понимания того, как здесь все построено, каким образом взаимодействуют и какие существуют законы. Мы можем рассматривать различные аспекты. У нас жизнь, она предполагает определенное развитие, жизнь, она предполагает определенные задачи. Для успешного решения этих задач нам нужно понимать какие-то вещи того, как они взаимодействуют. Нам нужно, например, для того, чтобы быть счастливым, нам необходимо иметь хорошее отношение, по крайней мере в семье. Нам нужно иметь хорошее отношение муж-жена. Нам нужно иметь хорошее отношение родители-ребенок. Нам нужно иметь хорошее отношение за пределами также нашей семьи, с нашими соседями. Нам также нужно иметь хорошее отношение для того, чтобы гармонично существовать. Также нам необходимо иметь гармоничные отношения с коллегами на работе. От этого зависят очень многие вещи. И как раз вот от понимания или наоборот непонимания природы вещей, непонимания тех задач, которые ставят, тех законов, которые строят взаимоотношения всех этих субъектов, зачастую у нас возникают конфликты в рамках семьи. Иногда, казалось бы, парадоксально, самые близкие люди причиняют друг другу самую большую боль. Почему? Потому что мы просто не знаем каких-то простых законов. Как я привёл в самом начале этот закон с притяжением Земли. Если мы не знаем этого закона, мы можем забраться на какую-то верхушку и думать, что сейчас мы воспарим, просто спрыгнув с неё. Но что произойдёт? Это первый вопрос. Очень просто. Мы в лучшем случае просто что-то сломаем или получим какой-то ушиб, какую-то травму, если мы невысоко забрались. Но нам может показаться, что мы можем полететь. Нет, этого не произойдёт. Точно так же иногда нам кажется, мы имеем эту самоуверенность, эгоистическую самоуверенность, что сейчас мы очень легко сможем построить отношения. Особенно, когда мы молоды. У нас ещё нет опыта. Мы имеем эту гордость, какой-то даже эгоизм от этой молодости. Мы думаем, что очень быстро мы можем построить отношения с любым человеком. Но в течение какого-то времени мы видим, что не так всё просто. Мы зачастую концентрируемся на себе, мы зачастую обращаем внимание на свои потребности, даже на свои слабости, но не умеем увидеть потребности и слабости тех людей, которые находятся. Не учитываем это. И всё это объясняется с позиции природы вещей, в том, что мы не понимаем природу вещей и законы, по которым мы существуем. И в то же время, если мы поймём, то многие вещи естественным образом станут на свои места, и мы естественным образом можем гармонично сосуществовать с тем миром, в котором мы находимся. О нескольких аспектах мы поговорим. Конечно, вы уже, наверное, поняли, что когда мы говорим о природе вещей, то существует множество различных моментов, множество каких-то граней. Мы можем вращать этот бриллиант этого мироздания, в котором мы живём, этого мира, и различные грани всегда будут открываться. Мы сегодня поговорим просто о принципе. О принципе. И я уже затронул эту ведическую традицию. И если базироваться на неё, то мы знаем, есть хатха-йога, есть какие-то другие разновидности самоосознания, есть различные практики. Как в этой традиции, так и в другой традиции. Но главный аспект, который рассматривает любая традиция, любая духовная традиция, любая религиозная традиция, она связана с работой сознания. Работой именно сознания. Конечно, мы можем работать с телом, мы можем работать с своим менталом, но прежде всего, когда мы говорим о саморазвитии, то мы понимаем, что это не заканчивается просто развитием нашего, например, грубого тела. И мы поговорим об этих составляющих. Но прежде чем мы будем об этом говорить, у меня к вам вопрос. Давайте попытаемся понять, чем мы можем определить присутствие сознания. Вот, например, я просто приведу пример. Сейчас робототехника может сделать даже такую очень удачную игрушку. В Японии сейчас распространены даже такие щенки. Они похожи на живую собаку. Когда вы приходите домой, она виляет хвостом, подбегает к вам, ластится. Приходит время, когда ее кормить, вы должны также уделить ей внимание. Вы чувствуете это отношение с ее стороны. И все признаки, казалось бы, как и живого человека или живого организма. Давайте попытаемся сейчас немножко задуматься. Это вот интересный момент, что если мы говорим о глубокой какой-то духовной самореализации или самоосознании, есть главный принцип. Есть главный принцип, который заключается, что ни одна духовная традиция не дает прямо решения. Потому что прямо решения, в общем-то, когда мы даем прямо решения, мы не решаем проблему человека. И единственный способ, когда мы можем решить проблему человека, когда мы научим его самому находить решение. Поэтому это очень важный момент, который нужно знать, будучи учеником, будучи учителем, что то, или идя по пути самоосознания, чему мы должны научиться. Мы не должны научиться находить какие-то прямые ответы или какую-то панацею на свою проблему. Мы должны научиться размышлять, мы должны научиться разумно подходить к той ситуации, в которой мы находим. Мы должны научиться мыслить, мы должны научиться рационально мыслить, мы должны размышлять и включить свой разум. Например, на санскрите слово «разум» кто знает, как звучит? Будда. Будхи. И то же самое. Что значит «разум»? Это пробуждение. Будильник, например. Это тоже производная этого слова «будхи». Будильник, он пробуждает нас. Пробуждение. И главная задача самосознания – это не найти какие-то локальные какие-то решения проблем, а научиться подходить к проблеме именно с точки зрения разума. И вот об этих вещах мы сегодня с вами поговорим. И вот как один из первых аспектов, для того чтобы немножко… Я понимаю, сейчас мы позавтракали, наше внимание нашего тела немножко пустилось на желудок, но сейчас мы попытаемся немножко вернуть назад, там, где оно должно быть. И поэтому я вот задаю вам вопрос. Давайте попытаемся понять, какие признаки, какие качества указывают на то, что в том или ином теле или в том или ином предмете присутствует сознание. И то, что это не так просто, да, мы можем сказать, но если есть сознание, чем отличается, например, мёртвое тело от живого тела? Ну, живое, оно движется. Ну, есть робот, да, мы привели пример, он тоже движется. Ну, давайте попробуем, есть ли какие-то мысли. Как мы можем определить присутствие сознания? Запрограммировано. Запрограммировано. Да, очень хороший момент. То есть, одно из признаков присутствия сознания — это непредсказуемость. Свобода воли, возможность выбирать. Хорошо, есть ли ещё какие-то мысли, пожалуйста? Проявление эмоций кто-то сказал. Собачка тоже немножко может эмоции. Осознание себя как что? Что я есть, что я душа. Осознание себя. Да, очень хорошо. Давайте ещё углубимся. Есть ли какие-то мысли, пожалуйста? У живой тоже есть, да. Да, вот. Да, интересно. Очень интересно, да. Даже у растений есть сознание, они тоже живые организмы. Хотя они не движутся, не говорят. Эмоция. Да. Это мы уже сказали. Есть ли ещё что-то, пожалуйста? Давайте подумаем, чем мы отличаемся просто от... Умение рассуждать. Замечательно. Желание. Вот, всё ближе и ближе мы подходим. Мысли. Желание, мысли. Что ещё? Совесть. Совесть. Душа. Душа. Сразу видно, все очень глубокие ищущие. Не просто на поверхности мы плаваем. Хорошо. Есть ли ещё что-то? Может быть, кто-то хочет чем-то ещё поделиться. Интересно, если мы возьмём любое священное писание, любую традицию, любую практику самосознания, то когда речь идёт о сознании, обычном сознании, обычном сознании, выделяются три вещи. В принципе, все вы их повторили. Все их повторили. Первое, что происходит. Давайте даже вспомним то, каким образом проявляется сознание у человека с начала момента его рождения. Какой основной вид деятельности, именно связанный с сознанием, которое проявляет ребёнок, познаёт. Да, он познаёт мир. Это проявление сознания, тот момент, или внешнее проявление того, что я существую. Я существую, значит, я познаю тот мир, который меня окружает. Это очень важный момент. То, насколько мы прилагаем усилия, чтобы познавать мир, в котором мы живём, настолько мы проявляем осознанную жизнь. Очень важный момент. Мы можем это отметить. И при этом, если мы просто в своей жизни течём по течению, не проявляя интереса к событиям, которые происходят, к какому-то развитию, то, значит, наше сознание в каком состоянии находится? Спящим. Спящим. Поэтому говорится Будда, разум, пробудиться. Нужно поставить будильник. Мы будем говорить о каких-то аспектах, которые позволят нашему сознанию пробуждаться в нужное время. Хорошо, мы отметили первый момент. Первый момент — это познание. Второй момент, который выделяется, который определён, который указывает на наличие сознания, это, как вы говорили, возможность размышлять. Возможность размышлять. Мы не только созерцаем, мы не только получаем информацию от мира которой, мы можем связать вещи, которые мы созерцали в разное время и в разных местах. Например, простой пример. Мы знаем, что такое стол. И даже если мы уедем в какой-то другой город, то увидев примерно такое сооружение, мы поймём, что это стол. Есть определённая связь, возможность размышлять, возможность мыслить. И что такое мыслить? Возможность мыслить — это как раз связывать те вещи, которые не имеют непосредственной связи. увидеть связь, которая неочевидна. Увидеть связь, которая неочевидна. То есть иметь возможность и способность посмотреть немножко глубже, чем мы можем увидеть поверхностно. Это также признак сознания. Если мы пойдём снова от обратного, от обратного, если мы только довольствуемся поверхностными вещами, то наше сознание также в каком состоянии находится? Спящим. Спящим. Приводится пример, знаете, океан. И океан хранит в себе различные какие-то драгоценности, жемчужины есть. Но для того, чтобы до них добраться, что нужно сделать? Нырнуть. Нырнуть глубоко. Если мы просто будем плавать по поверхности, мы соберём какие-то щепки, мусор, который люди выбрасывают. Поэтому для того, чтобы найти какую-то крупицу истинности, нам нужно погружаться. Это второй признак сознания — возможность размышлять. И хорошо, третий. И вот также вы отметили. Третий — это способность желать. Способность желать. Мы можем видеть это то, каким образом развивается. Вот эти все этапы, они присутствуют. И мы можем их видеть, определённую поэтапность, когда человек растёт, начиная от ребёнка и дальше. Сначала мы изучаем этот мир, затем мы смотрим на этот мир, мы созерцаем этот мир, мы познаём этот мир, потом мы размышляем над этим миром. Размышление означает то, каким образом мы начинаем принимать какие-то шаги для того, чтобы построить определённые отношения с этим миром. Если мы просто созерцаем этот мир или созерцаем что-то, можем ли мы построить отношения глубокие? Да, отношения начинаются просто с созерцания. Но когда мы начинаем размышлять, то эти отношения углубляются. Когда мы начинаем проявлять желание и учитывать желание того, с чем мы хочем построить отношения, эти отношения ещё углубляются. Вот эти три вещи, которые мы с вами перечислили, являются ничем иным, как просто проявлением обычного сознания. Обычного сознания. Давайте сейчас вместе снова их повторим. Первое — это что? Познание окружающего мира. И опять же, мы должны всегда думать и стремиться к тому, чтобы познавать всё больше и больше. Познавать всё больше и больше. Второе — размышления. Размышления. Каким образом? Что практическое момент? Что значит размышлять? Размышлять — это то, в какой гармонии или дисгармонии я могу находиться на том объекте, который попал в объект моего созерцания. И третье — желание. Проявлять желание. Вот это три аспекта. Интересно, что Писание указывает на то, что да, это обычное сознание. Но есть сознание, которому должен человек стремиться. Сознание на более высоком уровне. И развитое сознание также предполагает три функции. И давайте попытаемся. Они являются ничем иным, как более развитым, более углубленным вот этим функциям обычного проявления сознания. Давайте с вами подумаем и выведем, что это за уровни. Первое у нас, мы еще раз говорили, это просто созерцание, изучение, постижение. На более высоком уровне. Что это, как вы думаете? Немножко сложнее вопрос. Интуиция? Хорошо, близко. Но интуиция — это нечто, не всегда подвластное нам. Немножко мы, может быть, затронем эту тему касательно интуиции. Момент выбора. Да, здесь есть, но давайте еще что-то. Мы все ближе и ближе подбираемся. Что вы хотите? Да, пожалуйста. Мы сказали, перечислили с вами три признака обычного сознания. И сейчас я хочу, чтобы мы с вами попытались понять, как эти признаки обычного сознания трансформируются на более высокий уровень. То, к чему мы должны стремиться. Принятие мира, осознанность, анализ. Мы сейчас говорим о первом признаке. Первый признак — это познание этого мира. Интерес, любопытство. Это как раз любопытство, это то, что было у нас отражено в первом. Хорошо, я не буду вас мучить, подскажу первый. Нет, это накопление опыта. Когда мы не просто созерцаем, а мы накапливаем опыт. То есть мы подходим к какому-то выводам, делаем уже определенные выводы. Хорошо, второй из обычного сознания. Что у нас было? Еще раз. Размышления. Размышления. Давайте подумаем. На более высоком уровне. Размышления. Философствования. Что еще? Выводы делать. Так. Да. Мы подходим все больше и больше к возможности выбора. К возможности выбора. Хорошо. Следующий на более высоком уровне — это как раз способность анализировать. И что это означает? Это предвидеть последствия. Предвидеть последствия. Предвидеть последствия в результате анализа. Того выбора, который мы делаем. И последнее, когда мы говорим о более высоком уровне сознания, это не просто проявление желаний и возможность идти на поводу этих желаний. Это способность сделать правильный выбор и следовать этому выбору. Вот эти три вещи являются отражением более высокого уровня сознания. Когда человек имеет опыт, он накапливает опыт. Когда человек не просто размышляет, не просто связывает вещи, которые он наблюдает, когда он может предвидеть последствия того выбора, который он делает. И также человек способен сделать правильный выбор и до конца следовать выбору. Это то, что делает нас более осознанными. Мы говорили о том, что все мы желаем. Но всегда ли мы добиваемся того, что мы желаем? Вопрос. Нет. Все мы желаем. На любом уровне. Мы желаем быть здоровыми, мы желаем быть разумными, интеллектуально развитыми, но зачастую не всегда мы можем это сделать. И подобно тому, как мы говорили с вами, есть признаки обычного сознания, и если эти признаки отсутствуют, и если мы не прилагаем усилия в их развитии, то мы говорим о том, что наше сознание просто отдыхает, просто спит. И точно так же очень важный момент, который нужно увидеть, что главной потребностью сознания, как вы думаете, что является? Это развитие. Это развитие. Мы поговорим о определенных признаках сознания. Сейчас я хотел бы поднять тему, и мы с вами поговорим о различных проявлениях этого сознания. Что такое сознание? Мы уже с вами в самом начале отметили, что это определенное мировосприятие. И существуют различные, в зависимости от того, как мы, какую природу вещей мы принимаем, или какую точку отсчёта мы принимаем, или что является для нас главным, мы можем выделить различные виды сознания. Почему люди такие разные? Потому что у них различные точки отсчёта. Хотя у каждого из нас один и тот же набор, один и тот же набор. Но ценность того или иного аспекта этого набора у каждого разного. Например, мы можем иметь пять вещей. Вот, например, ладонь, пять пальцев. Это какие-то ценности. Каждый из нас имеет ладонь, у каждого есть пять пальцев. Нормально. Но кто-то, что делает нас разными? Кто-то больше сосредоточен на одной цели, кто-то на другой, кто-то на третьей, кто-то на четвёртой, кто-то на пятой. Понимаете, что я хочу сказать? И, конечно же, у нас гораздо больше разнообразия вот этих целей. И когда мы говорим о сознании, мы говорим о том, каким образом, через какую призму мы смотрим на этот мир. Определённая шкала ценностей. Почему есть это выражение «розовые очки»? Это значит определённое воспринятие этого мира. То, каким образом мы смотрим на этот мир. Кто-то смотрит через, скажем так, чёрно-белые очки или тёмные очки. Каким образом он воспринимает этот мир? В серых тонах. Тот, кто смотрит на этот мир через розовые очки, воспринимает этот мир в розовых тонах. Поэтому во многом то, насколько гармонично мы существуем или сосуществуем, зависит от того, через какую точку мы смотрим на этот мир. И сейчас мы попытаемся рассмотреть различные виды сознания, говорящие об этом. Первый вид сознания — это сознание грубой материи. Я буду делать некоторые отметки. Прежде всего, мы можем отразить схематичное отражение того, что мы собой представляем. И когда мы будем говорить об этом, то вот этот кружочек будет означать сознание, а вот этот треугольничек будет означать тело, тело, наше тело. И вот самый низший уровень сознания, когда мы воспринимаем, что первичным является тело, и тело порождает сознание. Знакомы с такой философией, с таким воспринятием мира? Когда до того, как мы не родились, не было какого-то сознания, как только появляется тело, определённое взаимодействие грубых элементов на уровне физики, на уровне химии, пусть это будет биохимия, но возникает сознание. То есть жизнь, она порождается материей. Знаете о такой философии? Известная философия, материалистичная философия. До того, как мы родились, ничего не было, то есть до материи ничего не было, после материи ничего не будет. В какой-то момент времени мы рождаемся, когда тело умирает, наше сознание что тоже делает? Умирает. Наше сознание умирает. Очень интересно, что Священное Писание выделяет некоторые качества или некоторую эмоциональную окраску именно такому сознанию. Давайте подумаем. Если наша философия или наше мировосприятие основано на этой позиции, что мы в какой-то момент рождаемся, существуем какое-то время и затем умираем. Какое эмоциональное восприятие этого сознания или проявления? Ограниченность. Ограниченность. Что ещё? Безответственность. Да. Какие ещё вещи? Страх. Вот это одна из главных характеристик или эмоционального проявления этого подхода. Эгоизм. Эгоизм. Безысходность. Безнаказанность. Гнев. Разочарование. Депрессия. То есть то, чего мы так хотим избежать. То, чего мы хотим избежать. И очень интересно, что мы можем понять, что когда эти эмоциональные окраски приходят в нашу жизнь, это говорит, что в этот момент в нашем восприятии мира доминирует или проявляется именно вот это сознание. Именно это сознание. Проявляется безысходность, депрессия, гнев, грубость, желание эксплуатировать. Каким образом человек, основывающий или смотрящий на этот мир сквозь эту призму, будет строить отношения с окружающей средой? Он будет эксплуатировать. Мы будем эксплуатировать эту землю, мы будем эксплуатировать её ресурсы, в конце концов, пока не уничтожим их и не сделаем невозможным своё существование в этом мире. Две характеристики, которые являются основополагающим для такого взгляда, это страх и безысходность. Страх и безысходность. Несуществование какой-либо цели. Проявление инертности. Хорошо, следующий подход к восприятию мира, в котором мы с вами живём, он немножко отличается. Те же две составляющие. Но первичным, что у нас, выступает сознание, а вторичным выступает тело. на этом этапе или это восприятие, философское восприятие мироустройства, таково, что есть более тонкая материальная какая-то совокупность, причина сознания, которая становится затем причиной появления того тела, тела, которое мы с вами имеем. Сознание является проявлением тонкой материи, а тело, которое мы имеем, является ничем иным, как инструментом, с помощью которого мы можем реализовать желания и потребности нашего сознания. Знакомы с таким мировосприятием? Даже если мы его не видели в форме какого-то обозначенного философии или учения, тем не менее оно всегда в нас присутствует. Мы сейчас будем говорить об этих вещах, о вот этих взглядах на этот мир. Это не значит, что если мы знаем, например, о каком-то более возвышенном восприятии, что в нашей жизни или мы не основываем свой выбор или свои решения на основании того или иного, более низшего восприятия. Хорошо, давайте подумаем, какая эмоциональная или качественная окраска возникает уже при таком раскладе, при такой призме рассмотрения этого мира. Задумываешься о последствиях, очень хорошо, то есть уже появляется какая-то ответственность, если в отличие от предыдущего была полная безответственность, принятие настоящего. Хорошо. Меняются ценности. Да, конечно же, когда мы… Проявляется уже совесть, совесть проявляется. Что ещё? Уже есть какое-то бесстрашие. Ну, есть какое-то бесстрашие, по крайней мере, нет этой основы, такого страха. Есть надежда на будущее. Этот важный момент. Есть надежда на будущее. Есть вера. Хорошо. Когда говорится об этом сознании, говорится, что он обогащается двумя составляющими. Это нравственность и мораль. У человека появляется основа, в отличие от предыдущего уровня восприятия этого мира, просто страх и бессисходность, появляется надежда, и эта надежда даёт основу для вот этих двух эмоциональных вещей. Это нравственность и мораль. То, что вы говорили. Человек начинает задумываться о будущем. И есть надежда. Есть надежда. Мы знаем, что в большинстве или очень часто только одно присутствие надежды делает нас уже гораздо более счастливыми. Согласны с этим? Даже когда есть эта надежда, какая-то надежда, какой-то проблеск, это позволяет нам решить проблему, с которой мы сталкиваемся. Хорошо. Следующее восприятие мира. Может быть, кто-то подскажет какое? Просто тело, мы уже говорили. Просто тело без сознания. Немножко мы забегаем вперёд. Мы ещё не говорили о том, что есть душа. Мы сказали, что сознание является в данном случае во втором ничем иным, как порождением тонкой материи. Но это тоже материя. Но более тонко сорганизованная. Не просто являющаяся порождением. Хорошо. Следующий элемент, который мы вводим, и которого до этого не было, это присутствие души. Я его отражу здесь, как сердечко такое. Где у нас душа находится? В сердце. Мы всегда знаем, что мы оберегаем. Наше сердце, нашу душу. И как мы можем схематически отразить? Это есть душа. Душа является источником сознания. И это сознание является основой для построения тела. И в данном случае мы можем видеть, что и тонкое тело, куда входит наш ум, отражение себя определённое, тонкое наше тело, и грубое наше тело является чем по отношению к душе? Оболочком. Инструментом. Является инструментом. Немножко другое восприятие. Есть душа, которая вечна, которая имеет определённое желание, имеет определённые задачи. И эти задачи она проявляет в виде своего ума, в виде эмоций, в виде разума. И также имеет грубое тело, которое является ничем иным, как также инструментом, который позволяет реализовать нам те задачи, те желания, которые формируются в нашем тонком теле или в нашем уме. Определённые эмоции. Мы должны их проявить. Давайте подумаем, какие качества, какие эмоциональные составляющие проявляются в этом восприятии мира. Становится ли мир лучше или хуже? Шире становится. Свободнее дышать становится уже. Даже если мы едем в переполненном транспорте. Что? Что ещё? Мы выходим из двойственности. Этот мир уже мы не делим на друзей и врагов. Есть защищённость. Да, есть защищённость. Мы говорили о том, что в предыдущем мировосприятии появляется надежда. Что здесь появляется? Появляется вера. Появляется вера. Любовь проявляется. Смирение. Мы говорили о том, что одно из предыдущего, когда есть это сознание, наполненное желаниями, и одно из качеств, когда у нас много желаний, много желаний. Реализация этих желаний ограничена тем инструментом, тем телом, которое мы имеем. Некая цель, более высокая цель, можем сказать, бессмертие. Соответственно, что происходит со страхом, о котором мы говорили в самом начале? Он уходит. Страха уже нет такого. Есть понятие бессмертия. Что ещё? Гармония. Как мы отметили, почему гармония появляется? Потому что мы видим единые вещи, которые нас объединяют. До этого мы видели, мы с вами говорили, что каждый из нас отличается друг от друга, несмотря на то, что мы имеем один и тот же набор. Один и тот же набор у каждого из нас. Но так как в этом наборе мы концентрируемся на одной из этих составляющих в большей степени, чем на другими, это является проявлением нашей индивидуальности, которой мы так гордимся. Но по большому счёту ничего не меняется. Меняется только та призма, с которой мы смотрим. Я на что хочу обратить ваше внимание, вот мы уже подходим к более высокому уровню восприятия этого мира. Что мир не меняется, и мы, по сути, остаёмся тем же самыми. Но наше восприятие, наши отношения с этим миром меняются только из-за того, что мы под другим углом смотрим на него. Так? Мы уже говорим, что появляется определённая перспектива, появляется определённое счастье естественным образом, только потому, что мы по-другому смотрим на этот мир. Хорошо. Это у нас третье мировосприятие или природу вещей. Как вы думаете, что мы должны добавить для того, чтобы пойти дальше? Да, мы должны добавить сверхдушу или добавить божественное начало. Божественное начало я отражу, как солнышко. Угадали, да? Хорошо. Как мы схематически отразим это? Давайте вместе рисовать. Да, есть солнышко. Да, потом у нас есть сердечко. Потом у нас есть сознание. И потом у нас есть тело. 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 Давайте подумаем. Понимание и вера в того, что есть высшее божественное начало. Какую перспективу дают, какую эмоциональную окраску. Естественным образом, просто это вера. Радость, счастье, исчезает одиночество. Очень интересный момент. Вот этот очень важный момент, что несмотря на то, что предыдущий уровень он также был духовный. Мы говорили уже о душе. Мы говорили о том, что человек уже не имеет привязанности к этому миру. Такой привязанности. Нет такой зависимости. Но при этом ещё полного счастья и полного проявления любви ещё нет. Но здесь уже есть. И мы говорили, что надежда, даже на предыдущем мировосприятии, говорили, что даже когда появляется лучик света, какая-то надежда, мы уже чувствуем себя гораздо лучше. Но здесь мы можем видеть, что это не только надежда. Это весь смысл, понимание. Такой пример мы можем привести. Можем представить, что ребёнок, сейчас даже большой фестиваль, много людей, ребёнок может потеряться, растеряться и почувствовать, что он потерян, он будет плакать. Но при этом, когда он встретит своих родителей, он сразу же успокоится. Точно так же мы можем скитаться по этому миру, в поисках реализации своих желаний, встречаться с безысходностью, страхом, страданиями, обманом и так далее, всеми теми негативными качествами, которые мы отмечали с вами, когда говорили о первом уровне сознания. Но в конечном итоге что происходит? В конечном итоге, когда нам раскрывает сознание, когда мы понимаем о истинной природе вещей, которые мы существуем, мы естественным образом чувствуем защищённость. Поэтому очень часто говорится, казалось бы, простая вещь, простая вещь, нам нужно поверить, поверить в то, что мы не просто набор химических элементов, поверить, что мы не просто совокупность каких-то желаний и целей в рамках этого мира, поверить в то, что мы являемся вечной душой, и что наша истинная индивидуальность это не просто некое отличие от этого мира. Часто, когда мы говорим о душе, что мы понимаем или какую характеристику души мы можем дать? Служение. Чему? Всем. Мы рассматриваем душу как некая противоположность вот этого суетливого мира по его качествам. Мы говорим, этот мир временен. Душа, она какая? Вечная. Этот мир, он преисполнен чего? Скорби, страдания, обмана, разочарования. А духовная платформа, есть любовь, есть эта надежда, есть бесстрашие. Все эти вещи. И все это исходит из понимания того, что мы являемся частицей целой. Простая вещь. Еще раз повторю этот важный момент, что мы остаемся теми же. Мы остаемся теми же. Нас называют так же, есть у нас. Мы не отказываемся от того тела, которое мы имеем. Кто-то мужчина, кто-то женщина. Кто-то живет в этой стране, кто-то в другой стране. Кто-то живет на этой планете, кто-то живет на другой планете. Есть разные миры. Но наша гармония существования с этим миром зависит просто от того, как мы смотрим на этот мир. Снова приведем этот пример. Кто-то может одеть очки и смотреть на этот мир сквозь серую призму. А кто-то может смотреть сквозь розовую. А кто-то может смотреть на этот мир реальными вещами, такими, как они есть. И мы видим, что простое, гармоничное существование, мы можем прилагать усилия для того, чтобы стать счастливыми. И все эти методы будут искусственными до тех пор, пока мы не просто, просто не осознаем присутствия всех этих составляющих. Если мы будем пытаться стать счастливыми только на уровне одной из своих составляющих, будем ли мы счастливы? Нет. Очень интересно. Чем больше мы концентрируемся на этой составляющей нашего грубого тела, тем больше мы разочаровываемся. Потому что мы не видим перспективы. Постоянно это страх, беспокойство, болезни. В конце концов, что произойдет? Произойдет смерть, безысходность, отсутствие цели. Но если мы будем говорить только и о другой составляющей нашего тонкого тела, наших желаний, наших эмоций, то мы также ничего не сможем решить, проблему. И только тогда, когда мы говорим в совокупности о всех этих составляющих, но при этом понимая то, что мы глубоко зависим от высшего сознания, от Бога, от сверхдуши, которая присутствует в сердце каждого. И также мы говорим о своей природе как душе и рассматриваем, как наше желание видит ума, разума, а также наше тело как инструменты, которые направлены на что? Вот сейчас вот некоторый вывод, к которому мы должны с вами подойти из рассмотрения всех сравнительного этого. Для чего? Мы говорим это инструмент для того, чтобы восстановить вот эти отношения, для того, чтобы восстановить эти отношения. Мы, к сожалению, утратили эти отношения. Мы утратили наши отношения, отношения нашей индивидуальности. В самом начале я говорил о том, что каждый из нас индивидуален. Все мы не похожи, нет ни одного похожего. Почему? Потому что каждый из нас проявляет определенную природу. Определенную природу. Мы говорим вот один имеет некачество, другие имеют другие качества. Кто-то проявляет доброту, кто-то проявляет гнев и грубость. От чего это зависит? От восприятия. От того, как мы воспринимаем этот мир. От того, это не что иное. Проявление доброты, проявление грубости, проявление зависти, проявление сострадания, это не что иное, как просто естественная реакция на тот мир, который мы окружаем, который нас окружает. И в зависимости от того, как мы воспринимаем этот мир, соответствующая будет реакция. Эта реакция будет или агрессивной, или она будет на уровне сострадания. Мы можем пытаться искусственно развить то или иное качество. Мы здесь с вами пообщались, и думаем, что надо быть более мягче. Нужно быть более терпимым. Мы знали, что... Подтверждение. Мы знали, что наше счастье зависит от того, как мы строим отношения с другими. Мы думаем, всё, с завтрашнего дня буду добрым, буду всем улыбаться. Насколько нас хватит? До того момента, пока не задержится завтрак или обед. Как только задержится, то сразу мы начинаем искать виновного. Кто виноват в том, что это? Если мы дома, виноват там жена. Жена скажет, дети отвлекли. Дети скажут, родители невнимательны ко мне, поэтому мы такие. Это круговорот. Но мы можем увидеть, что проблемы не снаружи, проблемы в нас самих. То, каким образом мы видим этот мир, и то, каким образом мы воспринимаем его и строим отношения. Если мы понимаем, что мы являемся частью огромного целого. И когда мы действуем в соответствии с своей природой, когда мы действуем, учитывая природу других составляющих и других людей, которые нас окружают, мы естественным образом можем быть гармоничны. И в то же время, как бы мы не пытались искусственно выделять в себе те или иные качества, нам будет очень трудно это делать. Практически невозможно. До тех пор, когда происходит трансформация в сердце, когда мы сходим вот с этих грубых платформ, грубых платформ, можем ли мы поменять какие-то грубые наши проявления? Нет, это очень невозможно делать. Конечно, сейчас делают операции, все это, но какие есть, такие есть. Мы можем гораздо сложнее, но более возможно поменять наше сознание на уровень ума, наше желание можно поменять. Например, вопрос, как мы можем понять, что мы не являемся просто грубым этим телом? Вопрос к вам, как вы думаете? очень хорошо. Одного качества достаточно для того, чтобы понять, что мы не это тело. Быть чутким. Быть чутким и внимательным к событиям, к самому себе. Если мы внимательны к самому себе, мы можем понять, что мы не просто это грубое тело, что-то есть над этим. Что-то есть над этим. хорошо. То есть с помощью ума, с помощью разума мы можем понять, что мы не грубое тело. А как мы можем понять, что мы не тонкое тело? Что мы не просто интеллектуальная наша составляющая? Но это все тонкое тело. Да. Но как мы можем понять, интуиция это или ум, эмоция какая-то? Да, или спекуляция ума? Замечать эти эмоции? Вот смотрите, с помощью ума мы можем понять, что мы не тело. Совесть. совесть. Но как мы можем понять, совесть это не совесть? С чем мы можем это связать? С открытостью сердца. Хорошо, что является источником истины. Вот мы в самом начале с вами сказали, что истина может нравиться, может не нравиться, но она есть, как закон. Разум. Вот как раз с помощью разума мы можем понять, что мы не грубое тело. Интересно, что есть только один момент, с помощью которого мы можем понять. Это Священное Писание, которое открывает нам это. Почему мы обращаемся к ним? Потому что мы, несмотря на то, что мы можем реализовать все потребности, можем так допустить, можем попытаться реализовать все потребности нашего грубого и тонкого тела, но мы всё равно станемся не удовлетворены. Почему? Потому что эти потребности не соответствуют нашей изначальной природе. Очень часто приводится история, как если взять рыбку и достать её с водоёма. Можете представить? Видели когда-нибудь рыбу? Мы можем её достать и можем поместить в очень комфортные условия. Можем поставить ей такой большой телевизор, включить что-то. Как вы думаете, что рыбе понравилось бы посмотреть? Можем какие-то напитки поставить? Какой напиток лучше был бы для рыбы? Вода. То есть к чему мы подходим? Что единственный интерес её, чтобы её назад вернули в воду. Точно так же и мы. Так как мы являемся по своей природе изначальной душой, то мы не будем удовлетворены ни на уровне грубого тела, ни на уровне даже желаний тонкого тела. И вот эта неудовлетворённость является ничем иным, как той отправной точкой, которая заставляет нас размышлять и задавать вопрос. Но где мы можем найти ответы на вопрос? Как раз в древних священных писаниях в традиции. И для того, чтобы понять, что мы являемся душой, мы обращаемся к этому. Мы встречаемся друг с другом, мы обсуждаемся, мы делимся этим опытом. Хорошо, но что нам позволит, мы уже сказали, что есть просто чуткость, нужны писания, а что нам нужно для того, чтобы восстановить наши отношения в любви со сверхдушой или с Богом? Учитель. Все просто всё уже знают. Да, учитель. Почему нам нужен учитель? Почему недостаточно просто писаний? Потому что мы можем их неправильно толковать. Приводится этот принцип сита. Мы просеиваем то, что нам нравится, принимаем, то, что не нравится, не принимаем. Хорошо? Почему ещё очень важен учитель? Потому что он сам имеет опыт, да, он сам имеет опыт, он имеет эти отношения, и он имеет эти отношения, это главное его качество. Когда мы говорим, например, о выборе учителя, то качеством учителя не является то, что он высокий, низкий, ведёт отречённый образ жизни, или он всё же семейный человек. никакие национальные, территориальные качества не могут определять его как учителя. Главное качество, которое выделяют те же священные писания, мы уже говорили о том, что мы обратились к ними для того, чтобы понять свою духовную сущность, свою духовную природу. главное качество духовного учителя заключается в том, что он имеет вот этот духовный вкус, имеет эти уже духовные отношения, и он может поделиться ими с нами. Может быть, какие-то вопросы? вопросы? Потому что они совсем недавно еще не так обусловлены, они не так обусловлены, они еще не верглись в это. может быть, не совсем они воспринимают себя как душа, они скорее всего воспринимают как нечто отличное от тела. Например, как мы говорили, как проявление сознания, но еще не видят, что стоит за этим проявлением сознания. Они понимают, что это не так. Я даже на своем опыте помню, что будучи маленьким ребенком, я стоял напротив зеркала и думал как-то мне казалось, что что-то другое было до этого. И многие, я думаю, что имеют этот опыт. И многие родители замечают, имеют этот опыт, замечают, просто внимательно наблюдают со своими детьми, они делятся этими вещами. Они могут вспоминать какие-то аспекты своей прошлой жизни. Многие наши желания, многие наши устремления, многие симпатии, антипатии являются, не то, что многие, а все, являются ничем иным, как определенными отпечатками с прошлой нашей жизни. Мы им сейчас дорожим, воспринимаем их как какая-то определенная индивидуальность, но по сути это просто положительный или отрицательный опыт прошлых нашей жизни. Все наши раздоры, все наши какие-то споры основаны просто на том, какие отпечатки мы получили. это, конечно, каждый из нас разные отпечатки получил. И подходя вот к этому моменту, об этих истинных отношениях, мы должны подчеркнуть, что наша истинная индивидуальность основана никоим образом ни на внешних, ни на разнице тел. Наша истинная индивидуальность на чем основана? На наших вечных индивидуальных отношениях с Богом. Это самая глубокая, самая сокровенная истина, то, что каждый из нас имеет свои никем незаменимые индивидуальные отношения с Богом. И это то, к чему мы должны стремиться. При этом понимая и используя место других составляющих, мы используем это тело, мы используем свой интеллект, мы понимаем свою духовную природу, но при этом к чему мы стремимся? к восстановлению этих отношений, потому что это наша истинная индивидуальность. Это то, что позволит нам достичь истинного счастья, утерянного когда-то. Может быть, еще какие-то вопросы? Пожалуйста. Истина одна, вопрос в том, для кого обращается. Обратите внимание, вот мы поставили с вами целостную картину. Если мы находимся на этом уровне сознания, сможем ли мы воспринять ценность отношений с Богом? Прямо? Навряд ли. Что мы сможем воспринять? Следующий уровень. А если человек находится в глубоком таком неведении, невежестве? Невежество, оно характеризуется отсутствием каких-то устремлений в жизни, целей жизни, мы говорили, инертность. Как мы можем расшевелить этого человека? Поднять его на следующий уровень. Немножко добавить туда страсти. Каким образом? Заинтересовав его определенными материальными вещами. Немножко дать. Он как себя отождествляет? Грубое тело. Мы сказали, естественное положение для этого грубого сознания, это безысходность, депрессия. В этом и проявляется невежество. Но если мы даем надежду на какое-то счастье человеку, он расправляет крылья, он начинает действовать. Поэтому для него что будет действенно? Как раз вот эта надежда. Какая-то маленькая надежда, которая будет далеко от истинной цели. При этом просто мы будем говорить, вот, стань здоровым. Если мы концентрированы на этом теле и все равно понимаем, что рано или поздно жизнь закончится, что мы можем сделать? Мы можем получить совет, давай продлим эту жизнь максимально и сделаем ее комфортной. победим мы так безысходность? В какой-то степени да. Есть же разница прожить 40-60 лет или 100 лет. Есть ли разница прожить на больничной койке или занимаясь спортом, какими-то практиками? есть разница есть? И это сработает. И это сработает. Но когда человек поднимается на следующий уровень, на более интеллектуальный, мы можем дать ему еще больше. Поэтому та или иная традиция, она дает согласно времени место обстоятельств. Но если мы не видим конечной цели любой традиции, то мы все равно остаемся недостаточно пробужденными, если можно так сказать. Согласны? Если я не говорю, что в одинаковой степени, зависит от того, к кому она обращена. Одну и ту же вещь вы будете объяснять ребенку одними словами и настолько, насколько он может ее понять, приоткроете. И ту же самую вещь другому человеку вы будете ее раскрывать немножко по-другому. Нет, я говорю, что зависит от нас, от того, кому она обращена. От того, кому она обращена. Мы разные. Мы разные, соответственно. Каждый из нас приводится аллегория, каждый из нас является замком. Каждому замку свой ключ. Но вопрос не в том, какой ключ. Вопрос в том, что мы должны быть раскрыты в этом цель. Цель не подобрать ключ. Цель, чтобы этот ключ нас в конечном итоге открыл. Ключи могут быть разные. Мы можем использовать отмычки. Грубый такой метод. Что значит отмычка? Это когда мы давим, да? Давим на человека, пытаемся его заставить. какой-то грубый такой искусственный метод, не учитывая его природу. А когда мы находим ключик, мы учитываем его природу. А все эти зазубринки, все эти выемки, мы учитываем это. конечно мы можем просто взять кувалду или лом открыть. Но даст ли это тот результат? Может быть еще вопросы? Кто-то может подсказать сколько времени чтобы ориентироваться? Нет часов. Пол двенадцатого. Хорошо, еще есть несколько моментов, которые я хотел сказать вам именно в развитии нашего самоосознания. Есть три этапа, на которые мы должны обратить внимание. и три качества, которые очень важны. Мы уже с вами отметили, что мы должны развиваться и это является главная потребность сознания, которая проявляется в тех аспектах, что мы познаем этот мир, мы накапливаем опыт, мы размышляем. В конце концов, мы становимся способными сделать правильный выбор и как конечная цель это то, что мы способны дойти до того выбора, который мы делаем. И есть три этапа вот этого развития. Первый этап или то, как мы можем понять. Вообще мы имеем разное сознание с вами, различные приоритеты, различные вкусы к этой жизни. Давайте отметим, что меняет наше сознание или что меняет наши вкусы? Общение. Вот это важный момент. Общение. общение происходит на трех уровнях. На трех уровнях. И в зависимости от того, на каком уровне находимся, это общение дает максимально глубокий вариант. Первый уровень общения это когда мы просто слушаем. Слушаем. Мы просто слушаем и уже получаем общение. При этом есть еще определенный барьер. для того, чтобы этот барьер был максимально уменьшен. Очень важно или другими словами если сказать мы можем быть успешными слушателями только в том случае, если мы обладаем определенным качеством. Какое это качество? Уважение. Смирение. Смирение. Да, но мы об интересе скажем. Но в начале очень важно смирение. Что означает смирение? Принятие. Интересно, что смирение также имеет три уровня. Может скажем то есть смирение имеет три уровня. Первый уровень это способность увидеть свои недостатки. Признать, что они есть. Иногда тяжело признать, что у нас есть какие-то недостатки. Если мы не видим себе недостатки, будем ли мы обращаться за помощью к другим? Представьте парадоксальная история. Какой-то нонсенс. Человек приходит к врачу, врач у него спрашивает, вы чем-то больны? Он говорит, нет. Для того, чтобы пойти к врачу, мы должны понять, что мы заболели, признать, что есть какая-то. Представьте, мы настолько горды, пришли к врачу, врач говорит, какие проблемы? У тебя проблемы, у меня нет проблем. Вот иногда мы занимаем такую позицию, такую позицию ученика, ученичества. Первый уровень, когда мы старт, наша первая точка, когда мы начинаем развиваться, это то, что мы видим, что есть над чем работать, есть какие-то недостатки. Разные причины могут быть этого. Мы увидели какой-то идеал, или мы страдаем, или мы что-то хотим приобрести, или просто даже из любопытства. Непростой уровень увидеть свои недостатки, но есть более высокий уровень. Давайте подумаем, какой? Свои недостатки мы уже увидели. Захотите экспорт, но мы уже заходили. Да, но что нужно? Мы уже признали. Правильно, увидеть достоинство другого. Иногда свои недостатки мы увидели, но что не позволяет нам обратиться к другому человеку? Да, это тоже проявление гордости. Свои недостатки мы увидели, и начинаем ими гордиться. Но мы должны еще развиваться, увидеть достоинство другого. Как получается? Да, мы понимаем, но кто без греха? Я такой, и все такие. Чему я у него научусь? Ничему не научусь. Еще хуже стану. К своим недостаткам его добавлю. Поэтому второй уровень смирения это видеть достоинство других. достоинство других. Это мы о смирении говорим с вами. А третье, когда действительно мы начинаем работу над собой. Принять свои недостатки принять. Вот смотрите, мы поняли свои недостатки, мы увидели достоинство другого человека. Но все равно гордость еще остает, она не позволяет нам приблизиться. Третье проявление смирения является ничем иным, как способностью принять советы других. Мы можем слушать, в глубине сердца соглашаться, но не принять свою практику, свою жизнь. Все это недостаток смирения. Все это является недостатком смирения. Недостатком смирения является невозможность увидеть свои проблемы, свои недостатки, признать их для себя. Даже если мы признаем недостаток смирения или все же присутствие гордости не позволяет нам увидеть достойного человека, который может нам помочь, и даже если мы увидим этого человека, определенные крупицы гордости, недостаток смирения не позволит нам открыть своё сердце этому человеку. Будем прятать. Сами мы воспринимаем, но всё равно мы прячем эти недостойства. Это что касается слушания. Мы будем успешно слушать, продуктивно слушать, воспринимать, когда мы будем проявлять это смирение. Но недостаточно только слушать. Мы говорили об этом. Должен быть другой этап — это анализ услышанного. Вот сейчас мы собрались здесь на фестивале, и мы насыщенно слушаем. Но когда мы разъедемся по домам, то, насколько внимательно мы слушали, даст определённые плоды. Но будем ли мы развиваться в дальнейшем, это зависит от того, насколько мы поняли то, что услышали, насколько мы проанализировали. И насколько мы, как мы говорили, что такое анализ, что такое рассмышление. Это понимание того, как я могу использовать то, что получил в своей конкретной жизни. Там можно услышать, ну, хорошая история, хороший миф, хорошая философия, интересная философия, любопытная. Моё мировоззрение расширилось. Но при этом мы не увидели никакого соприкосновения с той жизнью, с той позицией, на которой мы сейчас находимся. И это просто остаётся хорошей философией. Теория, академическое какое-то знание. И очень важно, что понять то, что мы услышали, реализовать это можно только в том случае, если мы обладаем ещё одним очень важным качеством. Каким? Давайте подумаем. Вы меня... Извините, что я заставляю вас думать постоянно. Я прослушал, что говорили. Решимость. Очень важно. Целеустремлённость. Вот я вижу, что... Поймали, поймали. Молодцы. Пытливость. Да, всё это то. Целеустремлённость, решимость, самозаинтересованность что-то поменять в своей жизни. Когда мы, например, заболели, и вдруг мы услышали, что есть какая-то практика, есть лекарство, которое может нам помочь. Мы будем очень внимательно слушать. Мы будем внимательно слушать. Мы будем каждое слово где-то достать. Если это, например, какое-то растение, трава, как её заварить, в какой период её собрать, какие там примочки, как этот настой сделать, как принимать утром, вечером и так далее. Будем очень внимательны в этом случае. И будем знать, где мы это сделаем, как. Мы проявим решимость. Поэтому, говорится, очень важно это качество пытливости, самозаинтересованности. Когда мы говорим о любом развитии, когда мы говорим о любом развитии, когда мы говорим о любом продвижении вперёд, на любом этапе, вот мы с вами говорили, когда мы говорим о самоосознании, нам иногда может казаться, о, смешно. Но когда человек поборол свои просто какие-то грубые привычки, такие как, например, бросил курить, пить или ещё что-то, мы думаем, ну, какое же это самоосознание? Но на его этапе это очень большой шаг. Очень большой шаг. И это тоже самоосознание. Поэтому пытливость, самозаинтересованность, должна быть вот эта решимость, интерес, о котором мы говорили. И третий уровень – это практика. И наша практика также будет успешна, если мы будем поддерживать её определённым качеством. Оно уже звучало, это качество, но вот сейчас оно будет уместно. Давайте подумаем ещё. Чуть-чуть осталось подумать. У нас уже терпение, правильно, терпение. Терпение. Дмитрий Маевский уже вчера прочитал лекцию про терпение, сегодня он продолжит, я не буду забирать его какие-то вещи. Но терпение очень важно. Почему терпение важно? Потому что любое изменение требует двух вещей. усилий и интенсивность. Усилий и интенсивность. Любая простая вещь, просто отмыть кастрюлю после приготовления обеда, требует усилий, время какого-то, интенсивность. А чтобы очистить своё сердце, нужно ещё больше усилий. Поэтому говорится, что главное качество человека, который становится на путь в самоосознание, как вы думаете, какое? Терпение уже. Любознательность мы отметили здесь, сейчас вот в совокупности ко всему этому. Не быть ленивым. Не быть ленивым. Не быть ленивым. Главное качество, которому мы должны постоянно отталкивать от себя, проявлять энтузиазм, проявлять... Не быть ленивым на этом уровне, это значит проявлять смирение. Не быть ленивым на этом уровне, это значит проявлять пытливость, решимость. И не быть ленивым на этом уровне является не что иное, как проявление терпения. И в то же время, если мы горды, то это определённая инертность, это неспособность увидеть перспектив для развития. Основа — лень. Неспособность задавать вопросы, быть пытливым, вовлекаться в общение — тоже не что иное, как лень, на более другом, тонком плане. И также отсутствие терпения. Природа та же. Проявление инертности, проявление лени. Может быть, какие-то вопросы? Мы уже подошли с вами. Сейчас уже где-то без 15, да, 12? Может быть, какие-то вопросы? Несколько. Это основные моменты, которыми я хотел с вами поделиться. Какое лекарство против лени? Очень хорошее. Повесить фотографию её и постоянно напоминать, что нам нужно от неё избавляться. Лени. Свою фотографию, когда мы ленився. Антилени, да, есть? Хороший вопрос. Для того, чтобы бороться с ленью, нужно общаться с теми, кто не ленится. Вдохновляться примером людей, которые имеют цель, которые целеустремлены и которые добиваются достижения этой цели. Это то, что нас вдохновляет. И опять мы возвращаемся к общению. Почему так важно? Почему мы ценим то, что мы имеем возможность, да, даже здесь собраться? Мы разные люди, да? Различные у нас какие-то даже могут быть философские взгляды. Но мы вдохновляемся. Даже пример какого-то олимпийского чемпиона. Здесь мы вот больше говорим о каких-то достижениях в плане сознания. Но даже пример олимпийского чемпиона может нас вдохновлять. Хотя он работает, ну скажем, на уровне тела. Почему? Потому что все эти качества он должен проявить. Он должен быть и смиренным, он должен быть и целеустремлённым, он должен быть терпеливым. Сегодня вот была небольшая лекция. Шенат Хаджи Прабой, близкий друг Александра Хакимова, он делился своими реализациями. Он говорил о том, он был спортсменом более 20 лет. И он говорил, чтобы человеку в рамках спорта добиться какого-то успеха, ему каждый день нужно минимум 6 часов заниматься в тренажёрном зале или где-то в спортзале. 6 часов. А мы иногда там 15 минут позанимались какой-то практикой, думаем, ну всё, всё, хватит, хватит. И чтобы победить лень, нам нужно смотреть не вниз, иногда как, что нас делает инертными. Мы смотрим за спину, смотрим, о, тысячи людей даже и этого не делают. Нет, мы должны смотреть вперёд. Пусть там будет меньше людей, которые идут впереди нас, но мы должны смотреть на них, а не на тех, кто не делает. Может быть, ещё какие-то вопросы, пожалуйста. Интенсивность – это очень важный момент. Интенсивность – это… Мы говорим об усилиях, но также мы должны говорить интенсивность. Это определённый интервал. Этот интервал, он должен быть, ну, как интенсивность. Например, мы все знаем, важно принимать пищу, так? Но должна быть определённая череда принятия. Если мы, например, ну, мы знаем, важно, мы едим один раз в неделю. Это достаточная интенсивность? Нет. Точно так же и работа над нашим сознанием. Это то, что я сказал, нам может показаться, ну, 15 минут, ну, достаточно, я же уделил этому внимание. Например, каждый может иметь, ну, или многие из вас могут иметь опыт изучения иностранного языка. Как? Насколько важна там интенсивность? Важна. Интенсивность означает погружение в процесс. Потому что мы можем три часа заниматься, но при этом как-то поверхностно не будет погружения. И, соответственно, это никак не отложится в нас. Ответил я? Вопрос концентрации. Не только время, но и концентрация, насколько мы концентрируемся на этом. Хорошо, большое вам спасибо за ваше терпение, за ваше внимание. Очень рад был с вами пообщаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!